Так, как будем производить слив на гидропоновой системе Аква под Клик нового поколения? Смотрите, для этого устанавливается аварийный клапан сброса воды. Так же самое, вот через этот клапан вы можете брать воду на проверку ППАЖ и ППАЖ. Если сейчас включить свет, то через этот наш щек, чтобы, допустим, вы не морочились, допустим, не сливать водичку, открываете, и все, водичка у вас стекает с помощью насоса. Видите, все, водичка сейчас стекает, а тем самым мы пока мы собрежем корневую систему. Хотя так само можно было еще брать на клонарник, но так как нам сейчас это не надо, мы будем менять. Можно даже вылезть сейчас по полу. Ой, хорошая, смотрите, да? Вот сколько! Локоточек, да, корневушечка, просто вещь. А водичку ты можешь сделать? О, видите, какая классная. Теперь берем ножик в пилочку и... Оп! Все. Даже так же самое этот горшочек можно было бы использовать, допустим, на подтопление сисингу. То есть поставить какой-то больший сосудик сюда, оп, засунуть. Вы бы так же само наслаждались бы свежими листиками, скажем так. Но мне это не надо, как говорится, он просто пойдет уже на упокой в органическую яму, наверное, червячков кормить. Кстати, корни так же самое, корни, да, что делать с корнями, да, ты указываешь, ну, хорошая мочалка. Так же самое эти корни можно давать, даже не можно, а нужно давать на переработку червячкам калифорнийские, которые будут в своей сфере жизнедеятельности перерабатывать. Это на гумус. Кстати, очень хороший ценный посадочный материал. Ну, так же, в принципе, все. Сообрезали корневую системку, промываем системку пикосидом. Всем классного хорошего урожая, до новых встреч. Кстати, системки гидропонные, вы можете посмотреть на сайте, ссылочка будет внизу. Всем хорошего дня и урожая. Продолжение следует...